Привет, меня зовут Сережа Курлович, я руковожу компанией Invisible, я же ее когда-то сделал. Это такая штука, которая помогает выбирать вино и потом упаковывает его в понятные сеты, говорит про это человеческим языком и продает. Скорее всего, раз вы пришли, наверное, вы что-то слышали, поэтому пересказывать пятиминутный пафосный спич для инвесторов я не буду про то, кто мы такие и что мы делаем. Мне кажется, что, возможно, какой-то опыт, который случился у меня, пока мы все эту штуку сделали, может быть полезен и интересен вам. В процессе за три года, пока мы придумывали продукт, придумывали сервис, придумывали, как разговаривать с пользователем, мы написали для себя такой небольшой учебник по человекам. Это в футураме, помните, у Бендера был специальный учебник, в котором было написано, как ведут себя человеки. В этом учебнике по человекам у нас набралось много очень необычных или нестандартных вещей, возможно, они ошибочные. И дальше, пока я вижу, что знание, то есть то, что мы нашли, то, что мы увидели про людей, пока нам скорее помогают делать штуки, которые не получаются у других. Возможно, вот этот учебник по человекам, там какие-то его пункты, про которые там люди редко говорят, пригодятся вам, не знаю, там при придумывании дизайна, при придумывании продуктов, при придумывании текстов или еще чего-то. Возможно, они не пригодятся, потому что они узкоприменимы и работают только на маленькую узкую аудиторию. Наверное, правильно будет попробовать все-таки за 3-5 минут рассказать предысторию того, что мы делали, для того, чтобы был какой-то контекст, внутри которого вот этот учебник по человекам, я бы рассказал. Вся эта история про выбор вина, про сеты, про тексты началась очень просто. Я там ушел с предыдущей компанией и раз в месяц, там, собственным друзьям и знакомым, там, собирал ящик вина, там, рой из прайсов-ампортеров, ну, и просто заказывая себе, заказывал им. Дальше, когда их стало слишком много и, там, предыдущей компании я уже ушел, там, мне просто стало любопытно, насколько вот эта востребованность, насколько вот неумение людей выбирать и неумение людей говорить про вино является большой массовой проблемой, да. Я выписал себе на бумажку, там, три гипотезы, что первое, там, барьер выбора самый сильный, очень сильный, люди готовы переплачивать в полтора-два раза просто за то, чтобы не делать выбор, там, люди не умеют разговаривать и еще какая-то одна гипотеза, про которую я не помню, там было что-то про деньги. Вот. Дальше я очень быстро эту штуку проверил и выяснил, ну, то есть, там, вот это была, там, первая запись в моем учебнике по человекам, что, если позволить человеку не выбирать, он готов переплатить примерно вдвое. Ну, то есть, я просто однажды собрал, там, шесть бутылок белого вина, шесть красного, говорю, вот, ребята, кому-то из вас больше белое, кому-то больше красное, вы вот из этих двенадцати себе шесть просто выберете и, там, закажите, я вам привезу, да, там, из двадцати человек только двое или трое что-то выбрали, остальные восемнадцать сказали, слушай, давай мы лучше не шесть тысяч и двенадцать потратим, но только мы не будем ничего решать, потому что ты же выбрал, там есть что-то плохое, что-то есть хорошее, и мы, наверное, ошибемся. И дальше, вот, там, я сделал у себя, там, большую-большую надпись в учебнике по человекам, что люди не умеют выбирать, и людям нужно легитимизировать свой выбор. И дальше, по большому счету, там, вся эта история, которая сейчас достаточно неплохо растет, там, уже, там, сотни миллионов рублей в год она приносит, базируется, вот, там, в смысле, в ее основе лежит вот эта вот, там, одна запись про то, что люди не умеют и не любят выбирать. Дальше, по мере того, как эта штука масштабировалась, усложнялась, мы, там, набирали все больше людей, собирали все больше сетов, там, продавали все больше вина. Там нашлась, появилась еще одна, там, интересная гипотеза, которую мы тоже стали проверять, тоже стали проверять, мы ее проверили, она оказалась успешной. И мне кажется, что эта гипотеза тоже касается не только вина, она касается, там, огромного количества других массовых продуктов и массовых сервисов, мы вынуждены были найти эту штуку, потому что реклама алкоголя в тот момент, когда мы открылись, стала запрещена, нам нужно было что-то придумать, как нам расти и продавать больше, и при этом не заниматься какими-то мудацкими вещами в условиях этого запрета. Как обычно устроен любой бизнес, нам нужно как можно дешевле что-то купить, как можно дороже что-то продать. Вот мы только что с Темой про это спорили. В ситуации, когда тебе негде купить много-много аудитории, ты не можешь пойти и в контексте купить полмиллиона хитов и немедленно их монетизировать, тебе нужно придумать на тех 100 или 1000 или 10 тысяч пользователей, как с них продолжать получать много-много, долго-долго-долго-долго. В этот момент мы еще одну запись к себе в учебник по человекам записали, что на самом деле, если не играть против пользователя, если не пытаться придумывать на его слабостях, на его неверном восприятии информации, на его эмоциях, как вы перехитрите получить с него не сегодня 100 рублей вместо 50, а регулярно получать больше, потому что нам нет куда его взять, нам нужно, чтобы он никуда не делся, то в сумме это оказывается более выгодным. То есть мы для себя обнаружили, что даже если бы мы были такими рациональными, циничными рептилоидами, то писать теплые ламповые тексты, дарить бокалы и всячески облизывать пользователей и говорить, какие они клевые и делать им хорошо было бы выгодно. Особенно для русского бизнеса это смотрится очень странно, когда в русском бизнесе особенно заметно гигантский конфликт между финансами, чуваки, бабки сегодня, и каким-то там прекрасным продуктовым видением, а давайте делать сервис, там, making world a better place и вот вся эта история из силиконовой долины, что в некоторых случаях удается примирить две эти вещи и найти способ как не наябывать пользователей, но при этом получать с них все больше и больше денег. И по большому счету почти все штуки, про которые я потом читаю в Фейсбуке, вот ребята у вас хороший текст, еще что-то, тут я немножко раскрываю, в смысле показываю колбасную фабрику, возможно понимание механизмов как-то устроено, там снимет все очарование и вам перестанет все это нравится, то вы будете знать, как все это устроено. да, базируется как раз не на желании понравиться людям, а на рациональной необходимости вообще-то получать с них больше денег дольше. Выяснилось, что разговаривать с ним по-человечески, не пытаться продать им много сегодня, потому что, но продавать долго-долго-долго-долго в конечном счете выгоднее. То есть вся тональность рассылок, весь маркетинг, вся политика там выбор вина и всего остального как раз вот выросла из этих вещей. Там еще там две страницы записи в учебнике по человеку как раз появилась из попыток рационально максимизировать выручку с людей, но для этого им нужно наносить пользу. Следующий интересный вывод, который я тоже сделал, когда мы поняли, что нужно играть с ними в длинную, потому что иначе он приходит, делает два с полной заказа, потом становится скучно, он все реже и реже заказывает. Еще одна вещь, которую мы выяснили, тоже достаточно интересную. Особенно это сильно заметно в России, большинство людей чувствуют и считают себя самозванцами. У людей, у огромного количества людей внутри большая-большая дыра в том месте, где, не знаю, есть хорошее слово там такая там самоидентичность, у него нету папы графа или мамы, которая там была, не знаю, там кем-то знаменитым, все ходили там в детский сад, колготки, одна полоска впереди, две сзади, но тем не менее личный миф и личная идентичность, кто я такой, людям нужна. И вот в России и в Китае это там особенно-особенно заметно. В России на первом месте находится по количеству затрат на дорогую одежду для людей, которые зарабатывают ниже среднего, потому что вот это там хорошее английское слово «wanna be», то есть быть кем-то, как-то собрать из чего-то такую групповую принадлежность, да, причем из внешнего, очень сильная такая внутренняя боль. И ты можешь там, ну, либо зло это проэксплуатировать, если ты продаешь, не знаю, там соки, кроссовки или еще что-то, ты продаешь, ты гонишь рекламу для молодых, успешных и перспективных и они в конечном счете покупают. Вот. В России, если ты злой массовый бренд, который продает жвачку или еще что-то, у тебя возможностей для манипуляции людьми намного больше, потому что людям больнее, ты можешь, тебе достаточно, у тебя больше возможности езжать на больные места и продавать им там новую картинку новых прикольных себя, да. В случае с вином история оказалась тоже очень выгодная для нас, но мы выбрали там тоже не пытаться его, им, человеком проманипулировать, каким-то образом его перехитрить. То есть процентов 70 людей, которые там приходят к нам, регистрируются и пользуются, это люди, которые, первая фраза которых, не, вы, конечно, очень наворочены, вы умеете выбирать, я пока ничего не знаю, я пока самозванец, вот, вот, я совсем-совсем-совсем-совсем не разбираюсь, то есть внутреннее такое оправдание, он обязательно говорит. И выяснилось, вот, в процессе выяснилось, что, выяснилась очень простая вещь, которая как раз удивительно своей эффективностью, при своей там совершеннейшей простоте, что у этих людей нет языка, ну, то есть своим друзьям, подонкам-сноубордистам, которые пришли в гости вечером, да, рассказывать про тонкую ароматику подлеска, ароматику подлеска, он не в состоянии про вино, да, про вино как про бухло, ему уже, он как-то чувствует себя неловко и выяснилось, что если просто дать ему язык, ну, вот, как в первом классе, просто научить его называть что-то, каким-то человеческим языком, ну, то есть то, что ему нравится, если даешь человеку возможность называть то, что ему нравится, вдруг внезапно он может про это рассказывать дальше, он может сам себе объяснять, нахрена он покупает, он может там своим друзьям и дальше про это рассказать и совсем по-честному тональность того, как там мы делали все эти тексты, писали все эти тексты, на самом деле я подсмотрел из пресс-релизов норвежского лесного, который делал их для студии десять лет назад, и там длинную инструкцию по тому, как писать такие тексты для редакции, которые сначала я писал сам, а потом сейчас уже там пишут специально обученные люди, вот я прочитал наверное штук, сколько их там было, там 200 или 300 или 500, и там этот кусок учебника по человекам, да, частично я составил на самом деле, ну, в общем, скомпилировав чужой опыт про то, как разговаривать с людьми не как мудак, вот. Кроме этого, кроме этого, еще там одна интересная, интересная штука про людей, про аудиторию, в смысле про поведение людей, точнее не про поведение людей, про то, что происходит у них в голове, в России же одна из самых, как мне кажется, не знаю, было это в случае, там, с Наврежским, Лесным и прочими, там, осознанной какой-то методикой, или просто писали так, как пишется, в результате умение говорить, умение письменно, там, фигачить в разговорном жанре, который легко распознаваем, ну, потому что люди примерно так разговаривают между собой, прекрасно работает, как такая система познавания свой-чужой, да, ты этой тональностью садишь человеку такого мозгового слизня, который повышает очень сильно доверие, да, потому что ты, потому что ты свой, да, то есть ты говоришь нерекламным языком, за этим нерекламным языком, скорее всего, не скрывается какая-то фига в кармане и попытка перехитрить, и поэтому внутренние спам-фильтры в голове у человека отключаются, ну, спам-фильтр отключается, ты в состоянии сквозь эти спам-фильтры рассказать, сообщить гораздо больше всего интересного, там, не знаю, если я успею включить проектор, как раз, там, хотел показать, ну, то есть для меня само было большим открытием, что там эксперименты про тексты мы там честно проводили и измеряли, да, вот была такая-то аудитория, эта аудитория с такой-то активностью что-то покупала, с такой-то активностью заходила на сайт, с такой-то активностью, там, там, звал друзей и так далее, вот мы начали отправлять тексты, у этих текстов был, там, десяток разных вариантов темы, там, десяток разных стилистик, в которых мы писали, и в результате выяснилось, что один редактор, который, там, первые три месяца написал вот сотню текстов, и в конечном счете, там, в результате нескольких десятков экспериментов выработал какую-то тональность, да, за следующий год удвоил нам аудиторию и удвоил нам количество денег, которые мы заработали со старой аудиторией, не знаю, возможно, для кого-то из вас это будет, там, разумным, хорошим аргументом в объяснении, там, не знаю, там, клиентам, для которых вы делаете дизайн, или, там, в объяснении где-то внутри, почему, почему тексты могут работать, да, и как они могут работать, в каких случаях они могут работать. Сейчас, я так, немножко сбился и ушел в сторону. Еще, там, одна, там, суперинтересная вещь, там, которую мы в процессе обнаружили, ну, в смысле, в целом, немножко, там, мне нужно было сказать это в начале, все мы понимаем, что люди крайне нерациональны в своих действиях, ну, и, соответственно, понимая уровень этой нерациональности, понимая те искажения, то есть где и как, и чем искажаются их решения, ты в состоянии каким-то образом, ну, управлять, как ты, там, разговариваешь с людьми, как ты разговариваешь с аудиторией. Если ты, там, злой финансист и капиталист, наверное, ты будешь делать рекламу Кока-Колы, да, которая на чистой манипуляции, в принципе, играет против аудитории. Ну, если ты Кока-Кола, если ты казино или еще кто-то, ты, на самом деле, пользуясь, там, какими-то слабыми местами людей, заставляешь их, там, не знаю, заплатить 100 рублей, получив пользу на 50. Если ты, там, чуть лучше понимаешь, там, то, как они принимают решения, что влияет на их решения, ты в состоянии не играть против них, ты, в принципе, в состоянии, наоборот, помочь им обходить какие-то ямы и не падать в них. И, там, как выясняется, там, игра в кооперативные игры, отказ от превозможности манипуляций и получения от пользователя нужных тебе действий, отказ от манипуляций, отказ, как бы, от какой-то отрицательной манипуляции и попытка, скорее, не заманить его в яму, а провести его мимо ям, в которой он сам сваливается, очень хорошо влияет на благовременную лояльность, в конечном счете. Вот весь этот учебник по человекам, все, там, искажения людей в восприятии цены, искажения людей в восприятии, там, цены в сумме, в восприятии продуктов, сервисов, текстов, всего прочего, можно использовать не против них, можно использовать, там, им на пользу, в конечном счете, за счет этого выиграть. Был очень хороший пример, в августе 2015 года, второй раз евро и доллары поползли вверх, почти всегда, когда доллар и евро прозвут вверх, у нас примерно с такой же скоростью вверх ползет выручка, конверсия в покупке и все остальное. Ну, потому что у людей паника, они начинают скупать телевизоры и вино, купи еду в последний раз. Здесь мы увидели примерно такую же штуку, и дальше приходит редакция, говорит, слушай, смотри, там и так конверсии уже 10% почти, да, давай мы просто скажем, что через месяц цены повышаем, осталось последнее, и они все сметут. Говорят, нет, давайте попробуем сделать противоположный эксперимент. Ну, то есть в Москве примерно у 70% людей в той или иной степени есть тревожное расстройство, да. Вот давайте не будем играть против них, давайте сыграем в обратную сторону. Вот у вас, кстати, там некоторое время назад был там Павел Бесчастнов, он психотерапевт. Мы с ним, посмотри, мы сели просто в вечер, специально писали терапевтическое письмо, да. Ну, то есть я редакции дал техническое задание, мы вместе придумывали прям терапевтическое письмо для человека, который уже был испуган там кризисом, ростом доллара, и сейчас испуган второй раз. Ему нужно рационализировать все, чего он боится, объяснить, почему не нужно этого бояться и так далее. Вот. То есть давайте напишем штуку, которая не испугает их еще сильнее для того, чтобы они побежали бросаться в пропасть, искупать все, что есть, а добьемся обратного эффекта. Там мы сделали честный АБТ-тест, была контрольная группа, которая не получала этого письма, была контрольная группа, которая получала письмо, все пропало, была контрольная группа, которая получала прям совсем медицинскую версию психотерапевтическую, была группа людей, которые получали лирическую версию этой штуки. Вот. И в результате, ну, то есть как мы и ожидали, выяснилось, что понимание того, чего они боятся, как они думают, как они принимают решения и наличие практически немедленной аналитики в ответ на любые действия, ну, которая измеряется там в деньгах, кликах и во всем остальном, то есть выяснилась там, выяснилась очень интересная штука, что люди, которые получили вот это терапевтическое письмо, там, этот поезд в огне, но вы ничего не бойтесь, и даже если там цены взлетят вверх и случится ужас, мы полтора месяца не будем ничего менять, мы предупредим вас заранее, в общем, ничего не бойтесь, привела к тому, что там, конкретно на этой неделе эти люди, которые получили терапевтическую, не принесли ни больше, ни меньше денег, но в целом за следующие там 4 месяца вот эта контрольная аудитория принесла на 20% больше денег, потому что ты взял и посадил им, в смысле не продавая сегодня, ты посадил чуть большего там такого мозгового слизня доверия, и вот отказ пугануть, давануть и что-то получить от него сегодня, прям можно измерить, да, доверие, которое ты там генерируешь своим сервисом, тональность у своих текстов, там, не знаю, просто сутью того, что ты говоришь, можно четко измерить, вот давайте не будем, давайте станем в 2 раза меньшими мудаками, это принесет на 20% денег, может давайте еще попробуем, типа еще на 10% мудаками станем меньше, вот сколько это принесет, и вот такую прям корреляцию между мудачеством и долговременной выгодой, ну вот на небольшой текущей аудитории, там, несколько десятков тысяч людей, неплохо получается считать, вот, еще одна интересная штука, вот там про как раз когнитивные искажения и доверие, мы проводили огромное количество экспериментов, которые были направлены на то, чтобы найти способы увеличивать там лояльность аудитории, ее покупательную способность, одним из случайных экспериментов, которые придумал не я, которые случайно провели, давайте с первым заказом отправим людям плохой хороший бокал и напишем 2 абзаца текста, что, ну, как отличать вино за 10 баксов от вина за 50, вот. Это было не очень выгодно, наш там финансовый директор с этим воевал, вы сейчас выкинете просто миллион рублей, вы уже 5 раз на что-то другое выкинули, мы еще раз выкинули и обнаружили забавную вещь, вот, подобные штуки как раз про желание принадлежать к чему-то, желание стать кем-то новым, желание купить нового себя, и вот это ощущение, что раньше-то я почему в вине не разбирался, у меня просто нормальных бокалов не было, а вот, ну, я абсолютно серьезно, в смысле, я утрирую, но, тем не менее, эта мысль в голове есть, ну, потому что, ну, все признаемся себе, мысль «куплю зеркалку, стану фотографом», она всегда была у нас в голове, мы могли ей верить, но не верить, но этого всегда хотелось, да, вот, и вот тут тоже хороший пример, который как люди воспринимают какое-то действие как попытку нанести им добро, ну, в смысле, это намерение у меня тоже есть, да, давайте сделаем что-нибудь хорошее, в реальности является очень хорошо измеримым, рациональным, спланированным, спрогнозированным действием, потому что вот эти бокалы, которые стоили, там, 500 или там, 700 рублей, которых мы, там, сейчас уже десятками тысяч раздаем, повышает вероятность второго заказа в два раза, там, с 35% до 70, да, среднюю выручку с человека, там, с 35 тысяч повышает до 70, да, ну, то есть, я все время перепрыгиваю, там, от частного копчего, и наоборот, там, ну, одно из, как бы, центральный, один из таких важных выводов, и, там, интересных, там, не знаю, может быть, суперочевидных открытий, которые я сделал для себя, что, как можно более детальное понимание, вот, механизмов создания доверия, создания сервиса, создания эмоций, создания языка у людей, и того, как они сами себе объясняют, почему они пользуются этим сервисом, почему они что-то покупают, это возможность не в таком нон-ивил варианте, да, ну, то есть, не как микросервисы или еще кто-то, которые все-таки, ну, играют против игрока, то есть, это игра, там, с отрицательной суммой, давайте я выиграю 5 рублей, а ты потеряешь 15, да, на самом деле, выяснилась отличная альтернатива такому заливанию всего деньгами, да, ну, и в конечном счете, там, забавное открытие, что этика вполне рациональна, да, что изучая обратные эффекты каких-то собственных действий в сторону пользователя, ты внезапно выясняешь, что на длинной дистанции, если ты не пытаешься взять и убежать с него, там, 100 рублей сегодня, то наносить ему пользу, если ты умеешь ее измерять, если ты умеешь отличать, что наносит пользу от того, что не наносит, в конечном счете, в конечном счете выгодно, ну, и более того, имеет дополнительный такой продолженный эффект, что штуки, которые, там, эмоционально нравятся, они лучше распространяются, и в конечном счете, не знаю, вот, я не придумал пока русской аналогии, такой нетворк-пауэр людей, то есть, возможность, там, рассказывать миру о том, что что-то клевое, зачастую превышает их покупательную способность, там, топ-100 людей, которые раздавали приглашения, не считая Тему, вот, ну, в смысле, люди, которых я не знаю, которые просто сами раздавали приглашения, у всех, у них, там, количество людей, которые они пригласили больше 50, и количество денег, которые принесли те, кого они пригласили, там, почти везде больше 200-300 тысяч, да, то есть, еще один неожиданный эффект, что, то есть, это, в смысле, вот эта история про доверие, она хорошо реинвестируется, и в конечном счете, ты, там, лично тебя может знать, там, 300 или тысяча человек, которые тебе доверяют, но ты не доберешься до 10 тысяч, не доберешься до 50 тысяч, но если ты создаешь штуку, при которой они ретранслируют это доверие, ну, то есть, это имеет такой, ну, мультиплицирующий эффект. Вторая важная штука, которую, ну, вот, построение, ну, и в целом, то, как мне кажется, вот, ну, там, мне кажется, что то, чего не было там 30 лет назад и появилось последние 10 лет назад, возможность измерять постэффекты, возможность четко в цифрах понимать, насколько больше, меньше, хуже, лучше, там, в деньгах, в процентах, там, те или иные действия, не слишком материальные, да, то есть не плюс миллион рублей в маркетинг, а какие-то вещи, там, про тональность, про вменяемость, мне кажется, открывают возможность для того, чтобы строить, ну, такие, там, более этичные, но при этом достаточно, там, достаточно выгодные сервисы, да, ну, то есть, тот формат, в котором существуют только маленькие лавочки и маленькие ресторанчики, ко мне ходит 100 человек, я их знаю в лицо, и я их не обманываю, который перестает работать на гигантских масштабах, просто в силу того, что у тебя исчезает обратная связь, при достаточно детальном понимании и моделировании поведения людей и умении собирать обратную связь, есть возможность, появляется возможность собирать очень большие сервисы, очень массовые сервисы, которые остаются, там, человечными, и, насколько я понимаю, в частности, там, просто на том, что это была какая-то чуйка и внутренние принципы, либо на том, что вы эти вещи, там, понимали еще 20 лет назад, то есть, то, что, там, в принципе, ну, насколько я понимаю, там студия пытается учить разговаривать большие бизнесы человеческим языком, не знаю, был ли в этом такой же замысел, то есть, вы это сделали просто потому, что вы не хотели быть мудаками, или просто потому, что вы понимали, что в конечном счете им это будет выгодно, я не знаю, ну, вот, там, мы, с другой стороны, просто не на гуманитарном уровне, а на чистой аналитике пришли примерно к таким же выводам, вот. Дальше я постараюсь, там, сейчас минут, там, за 15, там, закруглиться, порассказывать, да, рассказывать про какие-то конкретные выводы, да, а дальше, мне кажется, было бы правильнее, там, послушать вопросы, потому что в том, что я рассказываю, совершенно точно половина это какое-то зубодробильное занудство, вторая половина, возможно, интересная, но я не умею отличать одно от другой, да, и мне было бы интересно услышать от вас, какие, про какие из штук нужно рассказать детальнее и подробнее, потому что они полезные и интересные, а какие, ну, да, мы знали это, там, с 5 лет, вот. Еще одна, там, в принципе, с одной стороны написанная, там, в половине учебников, там, по, там, ценообразованию и маркетингу, выяснилось, что восприятие цен у людей крайне искаженное, да, я не говорю про написание цены 999, да, то есть, суперочевидный пример, который работает, а скорее про, там, нелинейность восприятия людьми цен. Мы специально считали, экспериментировали, что для, например, интересный вывод, что для людей цена в 7500 рублей от 5500 отличается меньше, чем 7500 от 8, потому что 8, это уже что-то большое, а 7500, это еще что-то среднее, 5500, это тоже что-то среднее, да, там, с 5000, примерно такая же история, да, там, 3500 и 4500 ближе друг к другу, чем 4500 и 5, да, ну, то есть, то же самое там на 10, мы даже там специальную, там, шкалу нарисовали, как меняется воспринимаемая цена у людей в зависимости от реальной цены, ну, того, что им продается, вот, еще одна, там, интересная штука про, там, искажение людей при восприятии использования этого, в свое время то есть мы начинали совсем с небольшого количества, там, мин, совсем небольшого количества сетов и людям очень легко было выбирать и, там, делать заказы дальше, там, чем больше людей, чем больше разнообразия, в какой-то момент мы увидели, что это, что, там, конверсии начинают постепенно, постепенно, постепенно падать. Выяснилась забавная история, что людям гораздо сложнее, гораздо проще сделать выбор «да-нет», чем выбрать между двумя похожими объектами, да, если он выбирая, отвечая себе на вопрос про цену, на вопрос про цену и про условно белое и красное разное или какая-то стилистика, на пересечении у него остается один вариант, он по поводу него просто решает да или нет, да, если ты показываешь человеку два или три хороших варианта, которые подходят под его выбор, ему сложнее сделать выбор и он, как правило, не делает этот выбор, отказывается и откладывает его на потом. Кроме всего прочего, выяснилось, что, ну, то есть это уже там совсем, что в голове у человека, там, в словных нескольких голосов есть Сара Баруховна, которая не разрешает потратить много денег, есть там просто подросток, которому хочется сладкую конфету, есть рациональная часть, которая, ну, просто понимает, нужно ему или нет, которая покупает хлеб, молоко и платит за квартиру. Вот. И как раз, ну, в смысле, одна из вещей, одна из деталей, которая в том числе и породила эти тексты, что тебе нужно договориться со всеми, да. Тебе нужно, чтобы и внутренние Сары Баруховны объяснили, почему нам нужно сделать этот выбор и легитимизировать его, да, и эмоциональная вменяемая разговорная подача, по сути дела, является такой внутренней репликой, внутренней репликой, репликой внутреннего, там, подростка, внутреннему взрослому. Я себе объяснил, ну, слушай, вот этот самый дешевый, с него проще начать, а вот этот самый дорогой, ну, там самая низкая наценка, ну, мы что, не зарабатываем, что ли? Ну, то есть и про каждую из них, то есть, ну, и там, даже сейчас у редакции про каждый сет, про каждую рассылку должна быть одна фраза, а в одно предложение объяснение самому себе, да, как правило, оно не очень цензурное, его нельзя показывать наружу, тем не менее, ты должен объяснить самому себе, почему я это выбираю, да. И вот наличие вот этого объяснения в одно предложение, потом помогает написать лирический текст в два абзаца про конкретный сет или про конкретный бокал или про конкретное вино, да. Ну, и в конечном счете, вся эта история, которая выглядит теплой и лампой в сторону пользователя, ну, то есть в чем-то такая колбасная фабрика внутри, да, то есть, в принципе, мы не то, что там совсем злые и расчетливые, да, но нам это не мешает делать какой-то теплый ламповый сервис наружу. Вот. И вот про легитимизацию выбора, мне кажется, там, вообще очень важная история, потому что это та штука, которая создает, создает привычки. Потому что продавать человеку каждый раз или объяснять человеку каждый раз, почему он должен потратить деньги, гораздо сложнее, чем объяснить один раз всерьез и надолго, да. Если ты начинаешь ходить на обед в какую-то одну кафешку, и там обед стоит 350 рублей, тебе начать ходить туда, где он стоит 550, в общем-то, сложновато. Но если ты сходил три раза, следующие двадцать раз ты не будешь задавать себе этот вопрос. И в этом смысле вот как раз рассылки и все тексты работают, работают в длинную, да. Они месяц, два, три, пять создают у тебя ощущение, что тебе можно, что тебе привычно. Ну, то есть, они рисуют тебе в голове картинку нового прикольного тебя, у которого дома всегда стоит ящик вина, к которому приходят гости, и к которым ты рассказываешь какие-то байки и, ну, то есть, вот такие кусочки социального капитала и одобрения от них получаешь, да. И, но при этом мы стараемся не быть совсем какими-то, ну, в смысле, ну, мне кажется, что мы не являемся такими совсем манипулятивными уродами, которые вот совсем отбирают у детей последнюю копеечку, но тем не менее рациональная проверка, скорее вопрос не про то, чтобы там все время из железного циничного расчета действовать, а в том, чтобы какие-то хорошие, этичные, там, там добрые вещи, которые пытаешься сделать в сторону пользователя, верифицировать на выгодность и окупаемость, это дает тебе возможность их долговременно поддерживать, да. Если ты, если у тебя есть десять хороших штук, которые ты можешь сделать своей аудиторией и четыре из них не окупаются, а три окупаются, то если ты умеешь оценивать, какие из них долговременно выгодны, это позволит тебе их поддерживать долго-долго-долго, да, и не один раз там потерять миллион рублей на том, что хорошее, доброе, но навсегда сломалось, а продолжать поддерживать штуку, которая долговременно выгодна и долговременно окупается. Вот, так, что еще про тексты и про искажения интересного рассказать. А, еще очень хорошая штука из такого тоже учебника по человекам, оказалось, что для, там, примерно 60% людей эмоциональные награды и похвала гораздо важнее денег. Мы, то есть, когда мы запустили возможность звать друзей и вот, типа, вот регистрируйтесь, вам там дадут пару хороших бокалов, еще дадут пятьсот рублей, если вы сделаете заказ пятьсот рублей дадут мне, выяснилось, что для огромного количества людей, которые нам доверяют, эти пятьсот рублей им скорее мешают. Ну, потому что он хочет чувствовать, что он зовет от чистого сердца, что в этом нету никакой корысти. Ну, потому что я не продаю собственных друзей. Вот. И просто, чтобы проверить гипотезу, мы сделали кнопочку альтруизм, можно было переключить и сказать, слушай, я тебе все отдаю, то есть мне не нужно ничего, я, там, тебе больше покалов дам, больше денег дам, а мне ничего, я просто буду чувствовать, что я молодец. Вот. Примерно, там, тридцать процентов людей пошли, явным образом переключили эту кнопочку для того, чтобы перед самим собой, честно сказать, чтобы ни у кого даже сомнений не возникло, что я зову от чистого сердца, я просто хочу поделиться. А почему вы потом отключили функцию вернуть корону? Не помню, наверное, что-то посчитали и выяснили, что больше это невыгодно. Да. Я понимаю, что, возможно, рассказ про внутреннюю кухню, про то, как устроено то, что выглядит клево наружу, сломает все это очарование. Да. Но вы… Да. Вот. Поэтому… Сейчас. Посекунду. Надо немножко сбиться. Сейчас. Что еще? Интересного, интересного, интересного. А. Еще одна история про язык и про тексты. Как раз с точки зрения применимости вот этой истории про тексты, там, в других областях, там, для других клиентов, бизнесов и так далее. Да. Вообще история с текстами так хорошо работала у нас и продолжает работать, и долговременно является таким, как бы, нечестным конкурентным преимуществом, на котором мы еще долго-долго будем выезжать. Там люди, которые там либо разбираются в вине или пьют вино или хотели бы разбираться, вся эта аудитория устроена очень своеобразным образом. То есть, он как такой айсберг, вот, и из условного миллиона человек, которым было бы интересно на уровне продвинутого чайника разбираться в вине, процентов 30 уже считают, что немножко разбираются и без ужаса заходят там в азбуку вкуса или там заказывают бокал в ресторане, да. Процентов 70 людей, которые похожи на первые 30 по возрасту, доходам, образу жизни и всему остальному, с ними никто не говорит на одном языке и скорее вся винная индустрия такая родом из 90-х, в которой, там история была скорее про лукшери-лукшери, да, в системе распознавания свой чешой скорее не затягивает, а отталкивает. Всего этого есть огромная часть аудитории, за которую абсолютно не нужно драться там с большими игроками, там с симплами, пафосными винотеками и там друзьями с эмилье, которые умеют выбирать. И как раз одним из, ну в смысле двумя барьерами, которые не позволяют этим людям там, вменяемо там выбирать и покупать вино, это там, во-первых, барьер выбора, во-вторых, наличие языка. И, возможно, история про язык, возможно, то есть та возможность, которую мы ему дали там сказать три вменяемых предложения собственным друзьям, когда он объясняет, почему вот он купил вот этот южно-африканский пенатаж или вот эту бутылку бордо, как раз работает как импринтинг, что ты первый, кто с ним поговорил не как мудак, и дальше он это надолго запоминает, и таких очень много, да. То есть они сидят и ждут, пока на них кто-то не будет смотреть как на говно, разговаривать с ними как с людьми, не будет смотреть и даст им возможность там условно первую, вторую, третью ступеньку пройти, разобраться, хотя бы четыре названия каких-то заполнить и дать возможность с чувством чувака, который разбирается, единственный в жизни, который он знает, сказать, что ребята, а у вас что, вот это не 2006, а 2009 год и 2006 нету, чтобы почувствовать себя малонцом. Вот эта возможность дать, именно такая ситуация на рынке, именно такая ситуация с аудиторией сделала язык и тексты таким волшебно работающим инструментом, да. То есть, возможно, если речь идет про продавцов кроссовок или продавцов, не знаю, там флипчартов, проекторов и фотоаппаратов, это не будет работать таким образом, да. Потому что это не нажимает на какие-то совсем глубинные кнопки, потому что, ну, мы все умеем разговаривать, мы никто не чувствуем себя самозванцами. Но мне кажется, что таких областей на самом деле достаточно много. Это, ну, там, почти все продукты и сервисы, которые так или иначе связаны там с лайфстайлом, начиная от музыки и фильмов, заканчивая там какой-то одеждой, которая не просто футболка и джинсы. Вот. Возможно, вот эта история про то, чтобы дать людям язык и про систему распознавания свой-чужой, может оказаться такой же волшебно работающей там в других областях. Давайте, может быть, мне кажется, что я немножко начинаю ходить по кругу, потому что при отсутствии обратной связи я, да, начинаю теряться и повторяться. В смысле, люди, которые выбирают, они могут и про аромат подлеска, и могут тот язык, на котором пишут. Я умею только на языке вменяемых людей, я про аромат подлеска не умею. Прекрасно. Скажи, пожалуйста, немножко именно с точки зрения взаимодействия с аудиторией. То есть, я так понимаю, а сначала был сделан в форм на сэр. Понятно почему, потому что, что применение, но почему он, например, не был сделан в форм на ящике, то есть, они, мне кажется, появляются стали позже, именно с акцентом на них. Какая была идея предложить пользователю именно сэд? Они, например, просто покупают шестикуты, да, к хорошему вину. Мы тебе про него сейчас все рассказали. Бери, выгоднее получайся сейчас в магазине, оставка даже в теплах. Не всегда выгоднее, потому что у тебя в этом выборе есть какое-то высказывание, да. Ты продаешь, ты скрываешь конкретные бренды, ты скрываешь конкретные бутылки за вывеской, ты продаешь конкретные решения. Ты покупаешь не 100 грамм рыбы, 20 грамм риса, 100 грамм воды и такие-то приправы, ты покупаешь конкретные блюда. Ну, потому что ты продаешь блюда. Потому что люди как не умели выбирать вино, так и покупая у нас, они так по-прежнему не умеют его выбирать. И не умеют его покупать. Это остается костылем. Мы остаемся костылем, которым они пользуются. С этим костылем они, может быть, научатся ходить за три года, но без костыля им по-прежнему некомфортно. И этот костыль нужен. Потому что выбирать конкретное вино, они так и научились, и, возможно, никогда и не научатся. А почему вы выбираете подписки, даже решая свои проблемы? Подписки, потому что чисто легальные проблемы, которые закончатся в следующем году, будет нормальный закон принят про торговлю алкоголем, и мы все сможем это сделать. Потому что мы немножечко такие герои брейкин-бэда, да, где нельзя рекламироваться, еще много чего нельзя, и поэтому мы вынуждены стоять на левой ноге, там, не знаю, ходить только в красной шапке и так далее. То есть этот рынок адски совершенно регулируется, и для того, чтобы там нечаянно не взорваться, нужно вот сюда не наступать, сюда не наступать, сюда не наступать. Вот. А вот все-таки статистик, вот, а вот, слушай, ну тут начинается занудство, что, а вот, аудитория сегментирована по типам спроса, их примерно три сегмента, дальше в каждом сегменте у пользователя есть жизненный цикл, и четко, ну и знаешь, как в банке в скоринге, вот он оставил заявку, вот он получил карточку, вот он ее активировал, вот первый раз ввел пин-код, вот первый раз взял кредит, вот первый раз его погасил и так далее. Вот он проходит по этим уровням. Соответственно, у тебя есть три сегмента аудитории по покупательной способности, они в каком он сегменту относятся понятно уже сразу. И есть его жизненный цикл, как он эволюционирует и меняется. Ну вот выяснилось, что там верхний сегмент почти сразу, второй сегмент там через полгода, а там третий сегмент, нижний самый простой, там примерно через полгода, через год, дорастает до ящиков и до покупки соплая. Это тот редкий случай, когда он смог выбрать. И поэтому он заказывает ящик, но и по мере его эволюционирования и роста он уже сам что-то покупает. Да, Денис что-то хотел спросить. Что у вас, какая аргументация у вас до сих пор удерживает открытие розни, что он в карьере? Аргументация? Ну, есть моя личная, а есть рациональная. Да, первое, возможность не общаться с людьми. Личная? Личная, да. Вот, второе, офлайн и вообще физический мир плохо масштабируется. Вот. В онлайне два с половиной человека обеспечивают, ну плюс курьеры обеспечивают отгрузку там 150-180 заказов в сутки на миллион рублей, которые просто там сидят на телефоне, собирают заказы, вбивают чеки, да. В физическом магазине нужно три девочки или мальчика на высоких каблуках и все прочее, их нужно обучать, они будут ошибаться и так далее, да. Потому что онлайн как раз позволяет собрать внутри все из роботов, да. Ну то есть ты масштабируешь человечный теплый ламповый сервис снаружи, а внутри это все очень сильно автоматизировано и удешевлено. Ну там, раз уж про это зашел разговор, там весь спрос легко моделируется. Во вторник уходит калибровочная часть рассылки на 6 тысяч пользователей, по ней робот в среду считает сколько каких сетов будет куплено за следующие 7 дней. В среду этот робот автоматом формирует заказы поставщиков, в смысле они приезжают в среду вечером или в четверг, фулфилмен собирает заказы из будущего, в четверг, пятницу, субботу, воскресенье уже собраны заказы, вот 200 девочковых сетов, там 100 ящиков сидра, которые уже собраны, но мы знаем, что они придут, вот этот заказ придет в четверг. А, ну вот он пришел, наклеили номер и отправили его. То есть позволяет внутри сделать такой немножечко Макдональдс с конвейером. В обычном магазине ты не сделаешь конвейер, им всем надо поговорить, да. Ну то есть так на один заказ можно потратить там полторы минуты вместе с выбиванием чеков, сбором, распечатанием всех бумажек и так далее, да. И вот эту теплую лампу можно смасштабировать, да, мы можем вырасти еще в 20 раз. Да. Физическому человеку продать ящик вина быстрее, чем за 15 минут нереально. Ну то есть ему нужно поговорить. И примерно 5% спроса, люди, которые просятся к нам прийти, они приходят там просто забрать что-то самовывозом и заодно поговорить. Ну во-первых там есть та же история про колбасную фабрику, да. Что внутри это ну просто складское помещение, да. То есть формально мы являемся магазином, сейчас будем сетью магазинов, да. Но внутри эти магазины выглядят как адская логистика с стеллажами, полками, одинаковыми принтерами, одинаковыми инструкциями, одинаковыми наклеечками, бумажками и всем прочим, да. То есть вот там всей этой ламповости и человечности нету совсем. Вот. Вот. Такие пироги. Это у меня второй вопрос. Какое отношение к этому можно подать оценку гедонизму? Кедонизму, гедонизму. Я имею в виду, пинный магазин, кедонизму. Вопрос. Его можно отдать, я не знаю цели Чичваркина, да. Ну, предположим. Да, да, да. В смысле… Когда ты видишь, что он делает в вывод и мог делать вывод, зачем он это делает, как ему цели. Ну, в смысле, да. Мне кажется, что ему важен личный бренд и с точки зрения построения его личного бренда, это хороший инструмент. С точки зрения бизнеса, я не понимаю, как это может быть. Ну, то есть, мне кажется, что это лайфстайловый бизнес, да, как маленькая итальянская… В смысле, мотивация та же, что там дедушка и бабушка, которые в какой-то маленькой там туристической итальянской деревушке держат ресторанчик 40 лет, им приятно встречать этих людей, разговаривать с этими людьми, им приятно, что они делают что-то хорошее. Ну, то есть, бизнес не средство, а цель, да. Вот. В моем случае, мне интересно строить как бы сложные, эффективные машинки, да. Вот. И это хороший повод строить какую-то фиктивную, сложную, интересную, необычную машинку, да. Но… В смысле, у меня там цели от Чичваркина отличаются, да, в этом смысле, с гедонизмом. Но у него возможности другие, чем у меня. Вот. Получится ли у него сделать из этого что-то большое, масштабируемое? Хорошее, не масштабируемое, влияющее или меняющее рынок? Не знаю. Возможно. То есть, возможно, у него есть свой гораздо более сложный и правильный учебник по человекам, исходя из которого он строит то, что он строит. И оно там медленно и постепенно сработает, достигнет тех целей, которые он хочет. Вот. С точки зрения вина, с точки зрения вина, да, он большой молодец. Ну, то есть, сама мотивация, давайте сделаем лучше всех, мне близка, да. Или будем пытаться, то есть ставить себе цель, давайте сделаем лучше всех, давайте сделаем то, чего не умеют другие, да. Ну, то есть, цель мне понятна и близкая. Вот. Да. Скажите, вы говорили про всякие штуки, да, которые вас позволяют вести с клиентов работу в долгосрочной перспективе, а не сразу срубить на него денег и потом потерять. У меня вопрос касательно этих штук. То есть, по-любому вы свою работу, ну, в течение работы компании не единожды, да, их внедряли, и за это время у вас, ну, выработались какие-то правила, да, которые позволяют определить вот эту дорогу в закат. Ну, вот, определить эту дорогу, от дороги, которая за поворотом заканчивается тубиком. Ну, то есть, это у вас происходит по правилам, по каким-то пунктам, или также с помощью контрольных групп, то есть, там несколько выбрали, да, путей. И контрольная группа это провалилась, это провалилась, это вот долгосрочная перспектива. То есть, за это время у вас выход, то есть, прям какие-то правила, или это также одно? Не, ну, там есть какой-то, ну, как правило, ты можешь сидеть и месяц экспериментировать с десятью контрольными группами и анализировать когорты, и две недели сидеть с аналитиком для того, чтобы на самом деле получить ответ на один вопрос – да, нет. Чуваки, давайте мы не будем пытаться впаривать, потому что это долговременно не работает. да, все, окей, да, мы писали правила на доске, и все, кто приходят, они в курсе, что не нужно пытаться как-то наебать клиента. Ну, все, да, в следующий раз мы не проверяем на контрольной группе, что… То есть, у вас в любом случае, да, какие-то пункты контрольные есть сейчас, по которым сразу вы что-то отсекаете, какие-то пути? Ну, да, скорее, да. Вопрос в том, что у нас еще такая очень невертикальная структура, да, в смысле, что там все ключевые сотрудники могут послать мне нахуй, это вот там первое правило, про которое я с ними договариваюсь в течение первого дня, да. И в этом смысле очень много правил вырабатывают они сами, да. Ну, то есть, там, какое-то вино я очень хотел поставить, и говорил, что вот там такой ценник классный вообще. Ну, Глафред сказал, что типа нет, я его не поставлю, все, как бы иди нафиг. Там, где идет массовое обслуживание, да, у них есть инструкции, да. Ну, например, у них была инструкция, когда случился 2014 год, и внезапно какое-то вино оказалось, что закупочная цена им импортеров, не знаю, уже там 700 рублей, а на полке оно еще кое-где есть по 600 рублей. У них была инструкция, если люди говорят, слушайте, а мы вот видели, что это вино есть в перекрестке за 500 рублей, у колл-центра была инструкция, ребята, смотрите, наша задача, чтобы вы умели, вам было хорошо выбирать, все равно это ненадолго. Объяснить, что цены резко скаканули, розница закупила по старым ценам, поэтому вы сходите и купите там, да. А вы не боитесь? Говорят, нет, не боимся, да. Ну, то есть, в таких вещах, там, где сидят люди, которые не принимают решения, у них были написаны инструкции, да. Но это, кстати, очень удобная штука, потом пишутся всякие книжки про запас, да, вот из этих мелких инструкций, можно потом клево рассказывать, типа, там, вот эти вот все дебильные книжки, как мы пришли к успеху, что вот у нас были такие принципы, и вот благодаря им мы выросли, да. Вот. На самом деле нет. У меня два вопроса. Первый, что вы делаете с теми ребятами, пятью процентами, которые не учились в операциях? Мы ничего с ними не делаем. Продолжают они покупать? То есть, штука постепенно сокращается, в смысле, сейчас сформулирую. Вот есть ребята, которые купили у вас все, попробовали все. Так с это меняются и… Вы здоровы. Терезно. Все, я не больше не заказываю, они приглашают 15 тысяч людей и учит их. Какая есть какая-то модель победы человека научившегося? Вы были супер белыми пушистами и повесили себе большую стату. Типа я уже научился, я выпускник. Да, да. Вот. Какие люди были классом? Ну, совсем по-честному есть одна штука. Если они целиком научились у нас, был не то чтобы эксперимент, а было событие, которое дало обратную связь. Есть люди, которые процентов на 90 покупают у нас. То есть вот они научились, они покупали южноафриканский пенотаж, потом вот это там попсовенькое вот это там южноафриканское шардоне, там с бочкой, с цветочками, потом какой-то мускат, потом какой-то гевюрц и вот, короче, они выросли. Да. И там 90 процентов покупали у нас. А потом однажды они решили, что теперь они выросли, теперь они сами умеют и они сходили в условную, в перекресток или еще куда-то, пару раз купили и с плачем вернулись обратно. Да. Потому что по большому счету мы им помогли, но мы их не научили обходиться без нас. Вот. Поэтому, ну то есть в принципе походи по рынку, посмотри, если сумеешь, ну молодец. И по пути на меньшего сопротивления они скорее возвращаются. Там сложность в другом, что чем человек лучше разбирается, тем более узкие у него вкусы и тем сложнее ему угодить. То есть условно говоря, ты приехал в страну, в которой никогда не было музыки и ты притаскиваешь в начале modern talking и ты имеешь бешеный успех, а потом, ну как бы дальше, дальше, дальше люди у тебя эволюционируют и люди, которые научились разбираться там в опере или в классике, тебе уже тяжело собрать для них универсальный продукт. Скорее проблема в этом в том, что они уже и у нас не найдут чего-то сложного направленного на их как бы прям четко сформированные вкусы. И снаружи им по-прежнему тяжело и плохо. Ну то есть скорее они все равно продолжают пользоваться нами, потому что там вино на каждый день все равно где-то покупают. потому что снаружи им, потому что снаружи им по-прежнему тяжело. Вот. Ну либо они находят какого-то своего знакомого, который работает в виноторговой компании, который знает вкусы и который говорит, да, сейчас я вот тебе вот супер тосканы, ящики вот этого и вот этого, вот этого привезу, да. Ну то есть вот альтернатива куда они уходят. Бизнесы, которые там маркет эдукейшном занимаются, Ну не факт. У вас получилось внести выбор попали между миром на нежелание, где запорчатся. Ты кого-то получили спросить. Если кто-то даже что-то поймёт. Кого примерно берёт? Ну я там на российский бизнес вообще мало смотрю, но вот есть сейчас там новые ниши, в которые много кто ломится. Это там всякие фут тех, да. То есть вот какие-нибудь там шеф-маркет, элементарии, там партии еды, то есть они пытаются какое-то там новое поведение у людей выработать. Смотрите, вы не будете покупать еду в супермаркете или на рынке, мы вам принесём всё нарезанное и помытое, а вы просто будете скидывать и еду готовить, да. Ну вот хороший пример, где тоже для того, чтобы люди у тебя покупали, их нужно сначала научить этим пользоваться. Но вообще таких вещей, мне кажется, больше в онлайне, да. В этом смысле хороший пример дропбокс, да. Вот дропбокс научил какому-то новому поведению, которое до этого не было, а потом за это поведение берёт деньги. Там дропбокс, верноут и тому подобные вещи. Ну и к слову, у нас там юнит экономика очень сильно похожа на SaaS, да. Я знаю, что со средней регистрации я получаю 1000 рублей в первый месяц, 3000 рублей в первый год и дальше, да. Ну то есть и сами когорты похожи на SaaS очень. То есть у нас, то есть мы не купили посетителя за 5 долларов, заработали на нём 10, а мы получили регистрацию за 20, принвестили в неё в 30 и получили с неё 500 за 4 года. Ну то есть вот прям модель, в смысле вся финмодель больше всего похожа на какой-нибудь SaaS, на какую-нибудь subscription модель. вот. Поэтому вот там все эти штуки находятся. Те, кто в состоянии проинвестировать в обучение, потому что ну есть из чего это получать. Вот. Такие пироги. Можно спросить, то есть понятно, что разное культурное и культуровое развитие находится в достаточно высоком уровне, а не смотрели просто если пойти в какие-нибудь страны, типа Франции, Италии, да, где-то люди… В смысле смотрели, страны, в которых эта модель может заработать, это, ну вот сейчас штаты, как-то не странно, Германия и Китай. Вот там всякие Франции, Италии и так далее, там нету вот этой нижней части айсберга, и поэтому эта модель без неё скорее всего не заработает. Ну то есть, ну то есть вот… Если люди умеют выбирать, значит хак будет. Ну то есть этот хак никому не нужен, все уже умеют. То есть если у людей нету какого-то неудобства или боли, то ты со своим как бы аспирином им не нужен, у них и так всё хорошо. Сколько редакторов трудится на написании текстов, и как так можно писать? Предновляющие ли они всё это пробуют в собственном опыте? На прошлой неделе в пятницу уборщица вылила 85 литров вина в раковину. Всё это вино было открыто, а? Всё это вино было открыто в течение недели. Вот столько из каждой бутылки там разлито по бокалам, там по пяти, да, и выплюнуто. А всё, что осталось в бутылках, потом… В смысле, что сама редакция сейчас… Три человека, там полтора иллюстратора. Но они не только тексты пишут, они… В смысле, они пишут рассылку, они пишут какие-то тексты там для фейсбука, для блога. Они, в том числе, там занимаются выбором, там… Ну, то есть, условно говоря, это не единственное. То есть, у двух человек, там, редакторская работа – это то, чем не занимаются в фулл-тайм. Там, у остальных им приходится что-то описывать, но и много заниматься выбором. В том смысле, что там редакция занимается… Редакция у нас называется… там, все люди, которые и выбирают вино, и пишут тексты. Ну, то есть, выбор вина – это тоже работа редакции. Ну, да. Судя по текстам… Да, да, да. Иначе не получилось. Да. Вот. Они ведут внутренние заметки. Все эти внутренние заметки нецензурные. Вот. А в военкомьюнити? Ну, в смысле, ребята просто где-то под полой собрали, да, вот. То есть, это внутренний текст. Я сказал, нет, их нельзя показывать наружу, потому что это сломает… Весериол. Весериол, да. Ну, это такая вот прям внутренняя кухня, потому что внутреннее описание ты должен писать вообще без всякой цензуры, точнее, с нарочитым нарушением цензуры, просто для того, чтобы как-то… ну, чтобы человек сразу раскрепостился и писал то, что он думает, поэтому там с ходу начинается там хуй-хуй-хуй в описании, просто чтобы… Смотрите, да. Да. Вы рассылали красивый бокал в одном экземпляре и один некрасивый для того, чтобы вы купили второй красивый? Нет, почти не покупали. То есть, второй про красивый почти не покупали и бокалы для нас вообще. То есть, может быть, потому что мы их просто плохо продавали, да, и вообще не считали их внутренним источником заработка. Ну, то есть, это скорее, знаешь, как… продаешь струйный принтер, а зарабатываешь на картриджах, да, и в этом смысле бокалы – это струйный принтер, который нужно раздавать бесплатно, вот. Больше 80% бокалов мы раздаем, а не продаем, да. Вот, вот там сейчас мы купили… вот на прошлой неделе мы купили 10 тысяч бокалов, да, вот в этом году раздали, не соврать бы, но вот там больше пяти, меньше десяти тысяч бокалов уже раздали. Ну, то есть, это просто… просто маркетинговый, это просто маркетинговый расход, да. Возможно, мы не правы, возможно, нам нужно внимательнее про это подумать. Мне кажется, что тяжело у пользователя в голове одновременно уместить, что это инструмент и это то, на что ты тратишь деньги, да, вот. Потому что… Но, опять же, если ты что-то даришь, то ты девальвируешь его ценность и продать его тяжелее, вот. Возможно, мы просто заигрались и слишком сложно думаем о людях, они проще, и надо дарить и продавать, и оно будет работать. Вот. – Еще вопрос. Я заметил. Я могу ошибаться, но кажется, у вас нет такого понятия, как скидки. – Да. – Какое ваше отношение к этому? – Принципиальная позиция, которую я сформировал два года назад и формулирую семь клиентов, у нас нет скидок и никогда не будет. – Почему? – Потому что скидки дают выгоду кратковременную сегодня, и ты продаешь им чуть больше, но потери… То есть скидка – это как раз пример размытия LTV, да. Я рассчитываю получить с него там семьдесят тысяч рублей за три года, и я их реинвестирую в то, чтобы наносить ему пользу, и если я сегодня дам ему скидку, чтобы продать ему в два раза больше, на самом деле я… это как взять деньги в кредит под три тысячи процентов, да. То есть лучше я подарю ему бокал, подарю вторую бутылку, сделаю еще что-то, но не буду девалировать цену, потому что в голове человека есть цена и ценность, да. Цена и ценность не всегда совпадают. И поэтому, если ты положил ему на счет полторы тысячи бонусов, он купил сет за семь пятьсот, ценность этого сета остается семью пятьсот. Если он купил его… если однажды на него была зачеркнута цена и скидка «продаем за шесть», то у него в голове это планка ценности падает, и дальше за семь пятьсот его продать в два раза сложнее. То есть вот это еще одна штука про восприятие людьми цены. Какую бы аналогию привести? Отклились какие-нибудь ребята под названием «Бибибургерс», да, они продают бургеры по четыреста, по пятьсот рублей, потому что они создали новую категорию, тебе не с чем сравнить, да. Окей, вот у них есть бургеры за четыреста, за пятьсот и за шестьсот, и вот ты выбираешь, какой из них выбрать. Но если бы он одновременно выбирал, сравнивал бы с Биг Маком, да, объяснить, почему здесь бургер стоит в десять раз дороже, ему было бы себе сложнее. Соответственно, люди делают рациональный выбор по поводу цены в начале там один-два раза, после этого они пользуются своими ценовыми привычками. Соответственно, ценовые привычки долго создаются и опасно их разрушать. То есть разрушая ценовые привычки, ты либо заново должен будешь их создавать, либо теряешь в цене и формируешь новые, более низкие ценовые привычки. Мы ценность повышаем, но не понижаем, потому что если ты даешь скидку, ты сооружаешь, а так говорят, что в других дороже, ты ценность повышаешь. И он как раз своей Саре Баруховой нелегко объяснит, что вот он там 15, а тут я за 11 куплю. Если мы говорим о конечных заказах, которые к вам уступают, то есть вы стараетесь сделать все так, чтобы человек вам влайн все оформил, и вы даже купили ему уже заказ. Вы тратите на это действительно много сил. Но в любом случае есть люди, которые требуются что-то еще сказать на телефон. в том, что он вам звонит, прежде чем оформить заказ, а не после того, как вы уже сделали? Почти не звонят. То есть, если в процентном соотношении взять от общего количества, сколько будет? Два. Два. Ну, то есть мы все построили на том, чтобы как можно меньше, то есть чтобы повышать как бы соотношение между, что дать ему опыт, похожий на то, что он бы поговорил там со мной или с нашей редакцией полчаса, ему объяснили почему, но при этом как можно меньше на самом деле разговаривать. Потому что время редакции масштабируется, а время колл-центра нет. И написать вменяемый текст, что для 10 тысяч человек, что для 100 тысяч стоит одинаково. Ну, то есть мне не нужно в 10 раз больше редакцию, а для того, чтобы вменяемо разговаривать с клиентом, да, это нужно масштабировать, обучать колл-центр. Поэтому внутренняя задача в том, чтобы как можно человечнее выглядеть наружу, по возможности как можно меньше состоять из человеков внутри. Потому что робот, который рассылает 50 тысяч писем, имеет эмоциональное воздействие, сравнимое с тем, чтобы 20 человек непрерывно в течение дня разговаривали с людьми, или 50 человек. Ну, в общем, понятно примерно мысль, да, то есть чтобы как можно более похожими на людьми быть снаружи, как можно меньше, завися от масштабирования людей внутри. Потому что найти двух-трех людей, которым не все равно, которые могут делать что-то очень классно, проще, чем найти таких 20 или 300. Потому что 300 ты их совсем не найдешь, и это не смасштабируется. Поэтому тебе как раз проще там не в колл-центр нанять 30 человек, а в редакцию нанять еще трех очень хороших, сильных людей, которые будут там сегментировать письма и разным аудиториям, разным категориям писать разные письма, понимая, кто они такие, но все равно писать одно письмо на тысячу человек. Потратить на него неделю. И за неделю писать одно письмо в полстраницы, но зато его прочитает тысяча человек, это окупается. Вот. Вот какая-то такая мысль. Получается, что у вас письма – это основной инструмент действия? Да. То есть все, что вы стоите в лицах покупателей, основная доля – это ваши рассылки? Рассылки и какие-то тексты на сайте. Для огромного количества людей сайт можно было сделать текстовым, из псевдографики, и это бы не поменяло конверсию. Потому что сайт, по сути дела, это неконверсионный инструмент, это последняя кнопка, которую он жмет просто. Вот. Особенно с мобильных это заметно. Он почитал тексты, он уже все внутренне купил, и он зашел на сайт – это просто уже корзина для него. Вот. Ну, в принципе, e-mail сейчас – это 70% денег. Вот. Такие пироги. Не думали когда-нибудь о запуске своей или именно в сотрудничестве с кем-то из производителей, и там будет виноват, или визит? Ну, так всерьез – нет. В качестве эксперимента можно попробовать запустить. Вот. В том смысле, что он его и так сейчас, наверное, воспринимает. То есть мне кажется, что там ничего сильно не поменяется. Да. Он и так сейчас покупал четыре бутылки с разноцветными этикетками, напротив которых у него в голове написано «Invisible». Ну, окей, от того, что на этикетке будет написано «Invisible». Потому что… То есть мы сами пытаемся быть там слепы к этикетке и приучаем пользователя к слепоте по поводу этикетки. Ну, невольно приучаем. Поэтому там лепить свою этикетку скорее логично как раз на внешнее, а не на внутреннее. Ну, возможно, соберемся, проэкспериментируем. Вот. Ну, такая мысль была, но мы посчитали, пока не собрались. Проблема в том, что мы не делаем процентов 80 всяких кайфовых, клевых вещей просто потому, что у нас очень мало, у нас сейчас всего 12 человек. То есть не считая всяких курьеров, то есть это очень такая, ну, компактная история. Вот. Вопрос про два бокала. Наверное, уже третий. Ага. Ветер. Ну, теперь вопрос, что нам есть интересный. Какой посыл, да, вот в этом действии в плохом и хорошем бокале? В плохом и хорошем бокале? Да. Что вы хотели донести до покупателя? Ну, то есть вот этих действий. Что мы транслировали или что мы хотели, чтобы он понял? Потому что это разные вещи. Что мы, чего мы хотели добиться? Мы хотели добиться, чтобы у него в голове случился маркер. То есть у людей очень хорошо работают ритуалы, да. Вот. Чтобы в этом случился некий ритуал, начало условной новой жизни в каких-то мелочах, да. Вот как записался в спортзал или купил кроссовки или еще чего-то сделал там, да. Купил, переехал с винды на мак, да. Вот. Вот. То есть хотелось, чтобы случилось некое ритуальное действие в голове, да. И случилось разрешение себе на попытки, да. Я уже, вот, условно, портрет человека, вот я однажды купил там бутылку дорогущего там виски, да, там по дороге там из Европы, там в Москву, там не знаю, за 40 евро или за 70 евро. И вот я впечатлился. И я однажды купил себе бутылку Бордо там за 50 евро, будучи чайником, открыл, и чуда не случилось. Потом еще где-то попробовал, еще где-то попробовал, и я чувствую, что эта штука какая-то не для меня, ну, то есть это wanna be, как какой-то арт-хаус, да. Что мне нужно быть высоколобым эстетом для того, чтобы… То есть, условно говоря, в голове этого человека очень полярное мышление, что это либо там просто вино, как алкоголь, либо что-то совсем эстетское, да. И вот посередине ничего не было, то есть, в голове человека восприятие, что это может быть какая-то просто штука, как, не знаю, там, просто еще один фан номер восемь, да, ни на первом месте, ни на втором стоит. Этого не было, потому что он уже разочаровался, и он боится, что не получится. И я ему как бы списываю все старые ошибки и говорю, слушай, у тебя же раньше не получалось, потому что ты просто из нормальных бокалов не пробовал. Вот ты проэкспериментируй, вот плохой хороший бокал, там, попробуй, проверь на друзьях, налей одно и то же вино в этот и в этот, и спроси, какое ему больше нравится, да. Ну, и либо увидишь разницу, либо там, рассмеешься нам в лицо, да. Либо просто разное вино посмотришь, что вот это вино не меняется от того, что, условно говоря, чтобы человек, как бы часть вот его классности и интересности ты не можешь получить без инструмента. Вот тебе инструмент, да. А в принципе, в целом, как бы, поисковое поведение у человека один из источников, там, эмоциональных наград. Ну, и там, наборный химик был у всех в детстве. Ну, соответственно, ты просто расставляешь набор триггеров, которые должны сработать. Да. И они срабатывают. Ну, а человеку ты достаточно честно транслируешь, что, ну, и в принципе, ну, это действительно правда, что вот из вот такого вот бокала какой-то действительно там, там, там вино чуть сложнее необычного, ну, хуже будет восприниматься не за счет атрибутики и антуража, а просто, ну, из-за физики и химии, да. Ну, соответственно, ты одновременно ему иррациональную пользу продаешь и, там, эмоциональную какую-то штуку ты говоришь. Но еще это байка для разговоров за столом, да. Ну, то есть тебе люди, почему люди рассказывают анекдоты? Почему люди пересказывают какие-то истории или рассказывают про то, что они узнали первыми, да. Какой-то кусочек, там, социальные награды, он получает от окружающих. Я рассказал про что-то раньше, чем другие узнали, да. Ну, и, соответственно, вот эта история, что раньше я почему злой был, потому что у меня бокалов не было, а раньше я почему не умел, потому что у меня не было. Это вполне такая, как бы, conversational currency, да. Штука, которую он, когда к нему придут гости, вот он за 30 секунд расскажет. Он не будет вжевывать это 30 минут, но, тем не менее, вот, между тем, что вот купил, там, новый айфон, и вот слушай, вот тут, типа, за углом открылась такая-то, там, вот, там, такое-то кафе, или вот мы вот собираемся ехать туда, там, и там-то там покатались, да. Вот примерно на такого же уровня эта штука будет работать, ведь она работает. Она работает в обратном, потому что, если в правильном посуду наливаешь дешевые бедоны, параллельные бокалы, как уника, наливаешь в Кимовском заводе продукты, то все недостатки сразу становится. Ну да, еще ты отрезаешь дорогу назад. Вот. В продолжении бокала, просто хотел точнить, а каком-нибудь микро-мануале, то есть, в серии, как бы, там, вы стараетесь наберевать больше этого уровня, куда вот по температуре падали? Там была коробка, на которой буквально было, там, два абзаца. Ну, то есть, там вот, там было про бокалы в целом, и к этому всему был текст, рассылка, который все это инициировал, да. Вот. Но, там, более подробные вещи, ну, то есть, там, условно, в блоге и во всех этих прочих штуках, там, редакция много писала, но как-то выяснилось, что люди много проще, чем мы про них думали, да. Что у большей половины людей ты уже создаешь гигантскую революцию, просто пришла в первый раз эти бокалы, да. 10% из них дорастут до того, чтобы им рассказать, что, слушайте, вот для Рислинга, вот для Бордо, вот для Шардоне, вот для Италии, вот для Бургундии, да. Но нужно четко понимать, понимать аудиторию и не пытаться, там, делать сервис для себя, нужно пытаться делать сервис для них, вот, то есть, бокалы уже сделали гигантскую революцию, просто, вот, плохой, хороший, уже гигантскую революцию в головах сделали. Дальше можно дорасти до, там, чего-то большего, ну, в смысле, да, с третьим заказом отправлять, а теперь, вот, для белого, для красного и вообще какой-нибудь Ридель, ну, и дальше, 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 то есть, его за ручку вести, да. Ладно, получилось немножко путанно, надеюсь, что-нибудь полезное послушаем. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ